Всем привет из Нью-Йорка, с вами Вася. Сегодня мы с вами приготовим ленивую овсянку, или запеченную овсянку. Я ее приготовил из того, что у меня было. У меня была замороженная черника, бананы, по-моему это плантаны, масло, пшикалка, которую я люблю, и сама овсянка. По-моему она быстрого приготовления, но обычная тоже подойдет. Я взял силиконовую свою старую формочку. Можете закидать меня тапками, что она такая страшненькая. Но она очень хорошая. Это уже потемневшие пятнышко. Тут в принципе готовить ничего сложного. Я сбрызнул маслом хорошенечко. Затем я достал несколько бананов. Смотрите по своей формочке. Несколько бананов просто очистил от кожуры. Бананы я взял прям такие хорошие, чтобы уже почерневшие были. Они самые ароматные и самые сладкие. Сахара я сюда не добавлял. Я сюда положил три банана и хорошенечко размял их вилкой, чтобы получилась такая вот кашица. Можете положить бананов хоть сто штук, главное, чтобы они влезли. И я все-таки стараюсь следить за собой, поэтому я особо много калорий сюда тоже не ложил, клал, как правильно. Поправьте меня, как будет правильно. Короче, берете бананы, сколько у вас есть, кладете и разминаете их вилкой. Толките хоть толкушкой, хоть жопой. Главное, чтобы они превратились в кашицу. И потом это можно было съесть. Другие я не пробовал фрукты, но может тоже получится, не знаю. Все-таки это рецепт дело такое интуитивное. В общем, берете ваши бананы, сверху потом понадобится засыпать овсянку. У меня овсянка быстрого приготовления, если я не ошибаюсь. В оригинальном рецепте потом ее надо будет залить молоком или любым, в общем, молоком хоть чем заливаете, хоть чаем. Я водой залил, потому что молоко я не особо люблю. Овсянку я тоже брал на глаз. Вот сколько хотите, столько и кладите. Хотите, хоть 5 килограмм засыпьте. Главное, чтобы потом она пропеклась и вы ее потом съели, а не выкинули. В общем, заливаете, я тоже заливал на глаз. Все продукты я беру на глаз. Ну, вот можете посмотреть, 2 трети стакана, например, ну, может, процентов 80. Залили, чтобы она немножко была. Это я один пакетик сахарозаменителя кинул. Тут тоже ничего сложного. И черники насыпал. Такой хороший слой замороженный, чтобы она вот прям вот хорошо так сверху покрывала. И все. И на 350 градусов Фаренгейта или на 160-180 градусов Цельсия запекать в духовку. Я потом выключил, она мне еще час доходила. Потом я вообще про нее забыл нафиг. На ночь только в холодильник убрал. Получился просто как тортик. Сверху я посыпал кокосовой стружкой. Это настолько вкусно, настолько классно. Возни никакой. Всем советую.